Вампир Чандр, продолжаем искать информацию о ящике Пандоры. Прикрепленная записка, сейф для улик. Вплоть до дальнейшего распоряжения этот сейф будет использоваться для хранения важных улик. Он будет постоянно заперт. Если вам понадобится его открыть, разыщите меня на втором этаже и возьмите у меня ключ. И не забудьте его вернуть, черт побери. Я должен поискать ключ от этого сейфа. На втором этаже, да? Проклятие! Мне туда надо идти. Ну хорошо. На втором этаже? Погнали. На второй этаж? Не ты ли? Это уже могущественный противник. Вернее, их два сильных. Есть. Теперь я смогу открыть сейф. Продолжаем ломать игру, ребят. Один раз мы сломали квест, теперь мы сломали священника. Если это священник, то что он делает? Правильно, рука блудит. Да? Не в первый раз мы подобное видим, да? Что-то пошло не так. Кстати, колоссальное количество урона он наносит, конечно. Очень много. Все, закончился? Да. Скончался. Ту-ру-ту-ру-ту. Не знаю, можно ли мне это читать. Ну, вообще-то нет. Личная записная книжка. Не открываем. Не нажимаем тап. Нас попросили не читать. Мы не читаем, ребят. Эдгар. Эдгар, ты меня слышишь? Эдгар. Ты слышишь? Джонатан. Джонатан, это ты? Тише, тише. Не трать силы. Я вытащу вас отсюда. Не надо меня успокаивать. Я, врачи, понимаю, что мне недолго осталось. Пробитое легкое, сломанные ребра, внутреннее кровотечение. Как точно я поставил себе диагноз, а? Эдгар, что тут произошло? Они избили меня, чтобы добиться признания. Джеффри Маккаун напал на меня в Пьемпутской больнице. Он убежден, что мы с вами связаны. Вызвали эпидемию Скалли. Не думаю, что этот фанатический поборник чистоты посмеет открыто напасть на нас. Что с ним стало? Я отпустил его, вопреки его ожиданиям. В самом деле, вы уверены, что это мудрое решение? Нет, конечно. Время покажет. Самое интересное в его обвинении было то, что мы с вами слуги какого-то древнего вампира. Уильяма Маршалла? Меня пытали, требуя признаться во всей этой чуши. Я верю вам, Эдгар. Но стражи плевина явно что-то знают. Вы о чем? О Уильяме Маршале. Например, вы говорите так, будто знаете его. Откуда? Джонатан, я не готов к еще одному допросу. Почему стражи плевина думают, что эпидемию вампиров начали мыть? Может, из-за нашей профессии? Или потому что я укрывал вас в своей больнице? Что вам известно об эллияме Маршалла? Немного. Он вошел в историю как величайший рейтель всех времен. Бессмертный считают его... ...настоящей легендой. Почему стражи плевина так на нем помешаны? Он единственный древний вампир, выживший в 1854-м... ...во время устроенной Великой Охоты. Стражи считают его демоном, который однажды вернется. Чем он заслужил такую известность? Не могу сказать. У братства Епитрахи и Святого Павла почти нет свинья на нем. Известно лишь, что он считается старейшим вампиром Британии. Я только что прочел записи Маккалума об эпидемии. Мне кажется, вы должны кое-что объяснить. Мне нечего скрывать, Джонатан. Совсем нечего. Вам известно настоящее имя Дорис Флетчер? Нет. Боюсь, что нет. Ее настоящее имя Дорис Джонс. Она дочь Харри Джонс. Что вы хотите от меня услышать, Джонатан? Помните, мы подожревали Шона Хэмптона в убийстве Харри Джонс? Да, эта история ужаснула всех нас. Харри Джонс инсценировала свою смерть. Я нашел ее в канализации. И она призналась, что хотела отомстить всем за случившееся. Эта женщина была озлоблена, переполнена ненавистью и гневом. Дорис Флетчер приходила к своей матери в Перлбудской больнице. Так она и заразилась. Первый раз слышу об этом. Мисс Флетчер навещала больных всего раз. Больше я ничего не знаю. Нет, Эдгар. Это не все. Дорис Флетчер и Дори Чхарри Джонс у них были одни и те же симптомы. Слепая ненависть и физическая трансформация. Какое это отношение имеет к нам? Вы знаете, где мы? В театре Дорис Флетчер. Здесь это медское существо мечтало, как заразит весь Лондон. Мисс Флетчер, я видел лишь однажды, когда она зашла в больницу. Как вы говорите, навести мать свою. Она казалась милой и любезной. Вот именно, из-за болезни она стала злобной и мстительной, как и ее мать. Как и все другие зараженные. Такие симптомы есть у нескольких заболеваний, например, бешенство. А уж в нем точно нет. Ничего загадочного. Эдгар, неужели вы не видите связи? Эпидемия, родство Дорис и Харриет. Подозрение Маккалума. Чего бы? Я не видел Харриет Джонс с тех пор, как она бежала из больницы. Дорис и Харриет не просто родственницы. Они обе разносили эпидемию. И обе были в Пермской больнице. С Эдгар, это не может быть совпадением. Клянусь, я ничего не понимаю, я просто лечил Харриет кровью вампира. Никого не хотел заразить, никому не шило зла. Вы делали что? Я давал Харриет Джонс кровь вампира, чтобы изучить ее целебные свойства. Я просто хотел найти лекарство от инфлюенции, честное слово. Где вы с ней встретились? Леди Ашпири. Леди Ашпири, я переневал ей человеческую кровь, чтобы удалить ее голод, и взял образцы крови для исследований. Вы дали ее кровь в Харриет Джонс, Эдгар. Это же подло. Вы предали двух пациентов одновременно. Я совершил ошибку. Все ученые идут к открытиям путем пробы ошибок Джонатана. Вы оба это знаем. Какое жалкое оправдание вашей одержимости и честолюбия. Вы работали со мной, видели, что я делаю в Кэмбургской больнице. Джонатан, вы знаете, что я не злодей. Я еще одна жертва этой трагедии. Можно обратить его. Но это не каноничный вариант. Почему? Потому что он злодей. Да, разработчики, видимо, люди, ребят. И вот, да, получается, что он злодей. За счет того, что он все сделал. И его нельзя обращать. Вы это заслужили, нужно оставить умирать. Да, нужно оставить умирать. Это выбор разработчиков. Мы пойдем по нему. Раз уж мы идем, в принципе, по такому пути, по пути дебильному, да? Вот, то по этому пути и пойдем. Да, Эдгар, скоро вы умрете. Вряд ли это справедливо. Но отчасти вы усложили такую смерть. Мне больно это слышать от друга, Джонатан. Я помог вам, помните? Я помогал тебе, помнишь? Да. Помню. Как только я увидел вас в пабе, то сразу понял, что нас ждут великие свершения. Я думаю, что вы вампир, пока вы не подняли крест. Вы выглядите таким потерянным, когда открыли дверь. Сначала мне показалось, что вы хотите убить меня. Мы оба были напуганы. Теперь я боюсь по-настоящему. Есть ли жизнь после смерти? Что станет со мной, когда я умру, доктор Рид? Не могу сказать, доктор Суанс. Рано или поздно, жизнь всех передает. На этом моменте мы должны грустить, ребят. Ну, подсказываю просто. Мне кажется, что мы должны на этом моменте грустить. Подсказка не сработала. Ничего страшного. Кто грустит? Поднимите руку. Есть такие руки? Дверь отпернута. Хорошо. Район пострадает в результате ваших действий. Я уже понял. Так. Теперь наша задача, видимо, воротиться к... Да. К ящику Пандоры. К Факиру. Пойдем к Факиру. А, ну бежим. Да, ничего не произошло. Бежим. Бежим, бежим. Хотя Джон стал разночиться болезнью, когда Эдгар дал ей кровь вампира. Нужно рассказать Элизабет. Надо было ему раньше нам рассказать, правда, об этой теме. Но мы бы тогда понимали, что произошло. Вот не люблю такие моменты. Крови дай. Рот. Да. Повысить уровень все-таки требуется, я думаю. Так, помочь ты мне можешь коробкой. Я нашел записную книжку, ту, что украли у вас, стражи, привет. Вы принесли ее? Прекрасно, Джонатан. А вы удержались от прощения? Да. Возвращаю ее, не тронут. Что же, друг мой, вы заслужили небольшую награду за свою стойкость, примите это. Что же в этой записной книжке? Не могу сказать, Джонатан, но раз уж вы решили не открывать ее... Негодяй. Что-то из этого. Наверное, это что-то... Что-то из этого будет, да? Живых? Да, они называют себя братством. Название братства Святого Павла. История создания братства. Знание дракона. По-моему, мы уже читали произнание дракона. Тексты, наш главный источник информации о происхождении. Наверное, вот это оно и есть, я думаю. Название братства Святого Павла, связанное с легендарным Павлом Аврелием. Великим Валийским проповедником 6 века. Павел Аврелиан, как полагают, умер в 575 году. В возрасте 140 лет. И был одним из семи святых основателей Британии. По легенде, Святой Павел Аврелиан укротил Свирепого Дракона с помощью своей столы. А затем бросил ужасного зверя в море. Святого давно уже нет, но мы, члены братства, храним его столу, как драгоценную реликвию. Нас иногда называют братством столы, или же просто столой. Мы тайное общество ученых, которые изучают деятельность вампиров в Великобритании. Члены братства, которых называют наблюдателей, поклоняясь... Ой, поклялись относиться к вампирам нейтрально. Мы полагаем, что можем направлять бессмертных, которые мечтают утолить свою жажду. Мы исходим из того, что по природе свои вампиры не злы. За много веков мы неоднократно видели, как немногие вампиры преодолевают свою природу и защищают смертных. Некоторые великие мифические и исторические фигуры, которые, как теперь известно, были вампирами, доказали, что просвещенные бессмертные могут защитить и направлять человечество в тяжелые времена. Выше наблюдателей стоят легаты, которые действуют от имени главы братства. Именно поэтому они обладают правом призвать к изгнанию дракона. Этот древний ритуал, известный только главе братства. Ритуал проводят... Проводят, как доказано... Рапово, что-то я зачитался уже за сегодня. Как доказано, что появилось новое чудовище, которое необходимо низвергнуть в море. Древние тексты, наш главный источник информации и происхождение поведения бессмертных. Недавно я дал легатам право свободно путешествовать, для того, чтобы расширить нашу область исследований. Самые храбрые наблюдатели, благословленные священной столой. Даже смеют общаться с вампирами, чтобы таким образом добыть сведения напрямую. Нам еще столько нужно открыть и узнать. Пусть наше путешествие никогда не закончится. И пусть это будет самым прекрасным в нашей работе. Шепот из прошлого, Ашал Толтри, глава братства Святого Павла. Так. Что вот это за нажимные плиты, мы так и не узнали, конечно. Ну, нет, значит нет. А значит, как-нибудь не сейчас. Надо поговорить с Леди Эшбери теперь. А правда, я что-то прозевал этот момент. Четыре, да, у нас? Четыре. Ихти, ромб, квадрат и круг. Где-то я видел. Вот. В жажде крови. Вот. Ромб шестой. Почему шестой? Что нужно тогда сделать? Ихти где-то я видел. Ихти. Первый. Ромб шестой. Здесь явно не хватает рисунка. Здесь рисунка и нет. А там тоже, по факту, может и не быть. Круг четвертый. Или круг четыре раза надо нажать. Короче, мы не открыли где-то еще информацию по поводу квадрата. То есть мы получили вот эту информацию. У нас нет по квадрату. Квадрат это раз, два, либо три. Угу. Кстати, да. Мы же получим информацию, правильно? Получим информацию. Точно. Выносливость имеет смысл. Однозначно. Может быть, даже если мы все вкачаем в выносливость, это стоит того. Целых шесть плит там. Ого. Ну что, вполне логично. Ведь там есть шестое место. За шестьсот? За шестьсот увеличим объем крови. Лишний не будет. Итого мы двадцать восьмого уровня. Нет. Окей. На два уровня выше. Двадцать восьмой. Ну, кстати, это уже неплохо. Он умер. В полицию Вай Чеппелла поступило сообщение о том, что Эдгар Свонси, врач, загадочным образом исчез сегодня около шести тридцати утра. Полиция распространяет описание пропавшего. Сорок пять лет. Рост сто восемьдесят сантиметров. Субтильного телосложения. Светлая кожа. Сидеющие волосы. Тонкие усы. На нем были белый халат хирурга. Сорочка в полоску. Темный фланелевый жилет. И кожаные туфли. Доктор Свонси был широко известен в Вай Чеппелле. Он возглавлял Пембургскую больницу и занимался наукой. В прошлом летом он во время слышки инфлюенции стал инициатором массового приема в больницу. И хотя его методы не раз вызывали осуждение, стоит заметить, что доктор Свонси действительно спас во время эпидемии немало жизней. Под его руководством Пембургская больница достигла новых технических высот. В частности, благодаря тому, что он отыскивал передовые умы. Одним из последних он нанял в больницу пионера трансфузионного доктора Джонатана Эрида, который недавно вернулся с войны. Этого известного хирурга нам так и не удалось разыскать для интервью. В отсутствии главного хирурга процент успешных операций в Пембургской больнице критически снизился. Я бы советовал избегать этой больницы до возвращения доктора Свонси или назначения нового главного врача. Ну, тут всего лишь заболели немножко. Блин. Ой, в жопу вас! Не хочу лечить! Не хочу! Умирайте! Не хочу я вас лечить! Всё, вы мне все надоели. Ну, слишком много, ну куда? Не хочу я их лечить. Ящик Пандоры. Расследование завершено. Прекрасно. Всё, погнали к леди. Ого, рядом с моим домом. Смотри-ка, кто стоит. Что ты тут делаешь? Восстанавливаю выносливость, что немаловажно, кстати. Да, вот так вот он ископытился. Представь себе, ничего мне не сделал. Мемуары Уильяма Маршалла. Противоядие. Сыворотка прицептус слез ангелов, где чеснок заменен на инсулин, чтобы усиливать защиту от инфекции кошмара. Доза инсулина нужна. Кровь короля Артура. Кровь Уильяма Маршалла. О боже. Старое письмо. Особняк Рида, 8 марта, 1908 года. Дорогой Эйвери. Как я уже говорил, мне, возможно, придется покинуть Англию хотя бы на несколько месяцев. Я хочу, чтобы ты как можно лучше заботился о нашем доме, пока я в отъезде и пока мой сын не вернется в Лондон. Я увеличил твои жалования и распорядился о том, чтобы тебе выплачивали его все время, пока ты будешь работать. Ты обещал, что защитишь мою другую жену и приложишь все силы, чтобы служить ей. За это я всего сердца благодарю тебя. Ты единственный, кому я полностью доверяю. Нежнолюбящий тебя, друг, обрелит. Это мы просто случайно домой забежали и вот здесь вот отыскали. Она наверху. Что приятно, что ты в этот раз, Джонатан? Что случилось, мой милый? Боюсь, что у меня плохие новости, Элизабет. Очень плохие. Пойдите же. Я отбил Эдгара у людей Маккалума. Можно за него не беспокоиться. Где теперь наш друг? Он не пострадал? Он был смертельно ранен. Я положил конец его страданиям. Это ужасно, Джонатан. Наверняка вы сделали, что должно. Элизабет, в эпидемии сказали виноват доктор Эггдер Суанси. По его вине эпидемия охватила Лондон. Что? Вы уверены? Это же страшнейшее виние. Он сознался. Ему хотелось найти лекарство от болезни, создать его из крови вампиров и победить эпидемию. К несчастью, он вызвал катастрофу. Сколько людей погибло. Как он мог? Что произошло? Преступникам, переступил нормы морали, глупцом. Ну, допустим, переступил нормы морали, но в этом нет ничего плохого. Эггдер приступил нормы морали. Возможно, его теория верна, но, проверяя ее, он злоупотреблял доверием своих пациентов. Честно скажу, я потрясена Джонатаном. Кто бы мог подумать? Обидный пациент. Дайте подумать. Им была Харри Джонс? Да, это объясняет, как заразилась Дорис Флетчер, и как она стала и хором. Она тайно навестила мать свою в больнице. Значит, у нас нет выбора, Джонатан. Нельзя терять ни секунды. Нам нужно вернуться в канализацию и остановить бедную Харри. Я хочу сообщить вам еще кое-что. Харри Джонс была разносчицей из заразы. Но... Вы знаете, кто такие здоровые носители? Во что он меня пугает, Джонатан? Что вы хотите сказать? Эдгар перелил Харри Джонс в твою кровь. Поэтому она не хотела дочь превращать. Что такое? Нет, нет. Не может быть. Элизабет. Чем тебе помочь? Не лучше уйти и оставь меня. Летай мне alone. Спасибо, город Джонатан. Сделай, что можешь. Элизабет, я не знаю. Почему твоя кровь вызвала близость? Отойди от меня. Клянусь. Я никогда не была твоим врагом. Постой, Элизабет. Так я и не считаю тебя врагом. Ну вот и все. Упорхнула. Упорхнула. Улетела. Растворилась в тьме ночной. Как же грустно одному мне. Заливаюсь и я тоской. Так. Каплю крови у Уильяма Маршала. Надо сделать с надоби, который пил Маршал перед битвой с кошмаром. Кажется, я знаю, где взять ингредиенты. Инсулин. В морге. Угу. Каплю крови Артура у Джеффри Маккалума. Вот это вот где неизвестно брать. Ага. Теперь. Известно. Это там, где у них... Нет, это на кладбище. Стоп. Нет, это или против... Это на кладбище? Почему на кладбище? Я не знаю. Но, допустим, хорошо. Допустим, на кладбище. Это понятно. Да, в особняк заходим. Зашли, вышли. Приключение на 5 минут. Взяли кровь. Мы ее там видели. Здесь у нас, собственно, в морге инсулин возьмем. Не проблема. Тут, получается... Кровь короля Артура. Хорошо.